Добрый вечер. Сегодня мы изучим главу Китиса. Глава Китиса, в центре которой стоит грех Золотого Тельца. И мы немножко пробуем понять смысл этого греха, точнее, какая идея, почему народ Израиля пришел к этому греху, что стояло за ним. Потому что, смотрите, у нас есть очень интересная вещь. Есть трактаты Гмара в трактате Гитин, которая говорит о грехе Золотого Тельца, так как он очень понимает Раши. И Гмара говорит так. Да, Амар Ула, Алюва, Калаши, Зинта, Бекиры, Хупата. То есть, да, Алюва имеется в виду, она... Алюва-то вообще, то есть, бедный, то есть, в принципе, в этом случае, то есть, Брезревна. То есть, Алюва-то кто-то Эль. То есть, да, кто-то... То есть, та невеста, которая, скажем так, распутствовала вблизи своей фупы, то есть, вблизи своей свадьбы. То есть, да, скажем так, встала на путь распутствов в это время. Объясняет Раши, что речь идет о чем? Он говорит, что когда еще Шхина находится на горе Синай, а они уже сделали Золотого Тельца. То есть, об этом говорит Моран. И действительно хороший вопрос, который мы поднимаем, и я надеюсь, что люди задумывались об этом. Как такое может быть? Как такое может быть? Пять минут назад, ну не пять, да, сорок дней назад, это не так же давно, они говорили с высшним лицом к лицу, они видели Всевышнего, то есть, да, они видели, слышали его и так далее. Они находились на уровне, поднялись до уровня пророчества Мошара Бейна и так далее. И вот они стоят возле горы Сина. На горе Сина до сих пор еще Шхина находится. То есть, видно там еще, то есть, присутствует Шхина, потому что Мошара Бейна это там. Как можно, что они вдруг уклоняются Иду? Может быть, тут что-то другое, может быть, что-то произошло по-другому. Кстати, обратите внимание, Всевышний не сильно злится по поводу самого Тельца. По поводу самого Тельца он более мягко, то есть, пока, то есть, он даже, когда они сделали Тельца, он Мошара Бейна не сразу сообщил о проблеме, он не сообщил потом, когда они начали делать уже другое действие. Давайте пробуем разбираться, о чем будет. И для этого мы немножко, скажем так, уйдем в пророчество Эхискеля, для того, чтобы немножко понять, почему пророчество Эхискеля, сейчас мы поймем. Дело в том, что Эхискель был единственным пророком, который удостоился видеть колесницу. Кстати, слово «колесница» Всевышнего, это не то, что написано у самого Эхискеля. Эхискель не упоминает слово «колесница». Колесница, это используют уже мудрецы, хазары очень часто это предали. И, в принципе, он увидел колесницу, которая передвигает Шхину, то есть, присутствует Всевышний с одного места на другое. В принципе, эта колесница описывается в первой главе книги Эхискеля, как она построена, ее части, то есть, скажем так, частности и так далее, и так далее, и так далее. А она включает в себя четырех животных, то есть, это колесница, у которой из каждого из этих животных есть четыре лика, то есть, да, четыре лица. И, в принципе, под ними есть колеса, и над ними есть небосвод, и так далее, и над этим небосводом, над этой колесницей находится престол Всевышнего. И там, то есть, сейчас открою лучше Эхискеля самого и прочитаю вам, просто боялся, что у меня эта штука работать не будет по-человечески. Сейчас, о, просто у меня батарейка немножко, над своном же, которым голова мих, образ престола, подобный камню сапфира, но образ престола, образ, подобный человеку на нем. Кстати, Эхискель очень аккуратно пытается, чтобы не было ошибки в понимании, что есть, называется, акшама, то есть, да, то есть, мартилизация Бога. Поэтому, постоянно, говорит, ке, ке, как будто, то есть, да, действительно это оно. В любом случае, то есть, да, это то, что он видит, как бы, престол Всевышнего, и можно было подумать, что речь идет, то есть, об этих колесницах и так далее, это, в принципе, часть престола. Но, когда мы идем в 10 главу книги Эхискеля, где Эхискель видит страшную вещь, как шхина оставляет храм и уходит, то он видит тоже, что она снимается, то есть, шхина стояла между хирувами, которые на Ковчеге Завета, она с них снимается, шхина, и уходит из храма, таким образом, на колеснице, той же колеснице, которая ее увозит. Кстати, уже в конце книги Эхискеля, в 43 главе, что видит Эхискель, как шхина возвращается снова на той же колеснице. В принципе, мы из этого получаем, что есть, в принципе, колесница, то есть, да, и на ней передвигается шхина. Теперь, по нашему делу, если мы обращаемся обратно к нашему золотому тельцу и так далее, чтобы понять, нужно обратить внимание на этих животных, четыре животных, которые находятся, скажем так, в основе колесницы, которые не везут эту колесницу, так называемую. Эхискель в первой главе называет их хайо, то есть, да, животные, а в десятой главе он их называет, внимание, херувим, херувы, то есть, те же животные. Окей. И если мы сравним десятую главу и первую, мы видим очень интересную вещь. Мы сказали их четыре лица, правильно? Дахон. Теперь внимание. В первой главе что сказано у них? Какие четыре лица? Пней Адам, то есть, лицо человека. Пней Аре, лицо льва. Пней Шор, лицо вала или быка. И пней Нэшер, то есть, да, и лицо орла. Окей. Человек, лев, бык, орел. В десятой главе, внимание, пней Гакеру, лицо херува. Пней Адам, лицо человека. Пней Аре, лицо льва. Пней Нэшер, лицо орла. Теперь внимание. Человек, человек, одна часть лица, то есть, четыре лица, пара одна ушла. Орел, орел, пара одна ушла. Лев, лев, пара ушла. Что у нас осталось? У нас есть пара херув и бык. Значит, что у нас выходит? Из этого мы выходим, что херув, то есть, херув и бык, это одно и то же. Окей. Кстати, это с точки зрения языкового тоже подходит. Почему? Как будет бык на арамейском? Есть тура, а есть еще волк. Карва. Карва – это описано как херув. То есть, есть намеки языковой. Хотя, если мы находим гмару в тракте хадига, то мы увидим, что гмара говорит, что это не лицо херув, это лицо младенца. Это очень странно, потому что у гмара сразу вопрос. То есть, два лица человека, то есть, и этот человек, и этот человек. То есть, как бы странно очень. Но там гмара, если это большое лицо, это малое лицо. Окей. У гмара такое объяснение. Но если мы посмотрим, то есть, у нас выходит такая вот вещь. Итак, мы сказали, что в 10 главе это называется херувим. То есть, да. Таким образом, что такое херувим? Это эта колесница. Таким образом, что у нас выходит, та колесница, на которую входит шхена, она стоит на херувах. Кто эти херувы, получается? Если мы сравним херув, другим словом, это кто? Быки. Она стоит на быках, на тельцах. У тельцов, которые с четырьмя лицами. Ликами. Тельц с четырьмя ликами. И, в принципе, шнос выходит. То есть, да. У нас получается, что уход шхены в 10 главе книги Сискеля, это когда шхена сходит с одной колесницы, то есть, да, с одних херувов, которые стоячие, которые стоят внутри храма, на крышке Ковчега Завета, и пересаживается на другую колесницу с теми, с быками, которые передвигают, которые движут шхену, то есть, когда она выходит. Это то, что мы читаем. То есть, в принципе, она выходит так далее. То есть, она вышла, то есть, к дверям, то есть, на восток она выходит, эта колесница, и так далее, и так далее. Причем, сам Ихискель понимает, что те животные, которые он видел в первой, то есть, в первой главе, он это описывает, он понимает, что это те, которые он видит сейчас на этой колеснице. Он говорит так. И это то животное, которое я видел под Богом Израилева на реке Кевар, то есть, там, где он видел впервые колесницу. И я узнал, что это Керувим. То есть, та колесница, которую он там видел, это есть Керувим. То есть, те быки, волы, то есть, это есть Керувим. Они есть. Окей. Теперь вернемся назад к нашему народу Израиля, стоящему под Газисанайской дорогой. И там есть очень интересная вещь. В конце главы Мишпатим мы находим очень интересное описание. Там идет описание, как народ Израиля, сейчас открою главу Мишпатим, как народ Израиля видит Бога. В конце концов, народ Израиля удостаивается увидеть Всевышнего, увидеть Его присутствие. В конце главы Мишпатим, сейчас 5 секунд, это 2-4 глава, это выходит 10 стих. «И увидели они Бога Израилева, и под ногами Его, как образ кирпича из сапфира, и как самое небо по чистоте». Один в один стих из Ихискеля, когда он видит колесницу. Что он видит? У Ихискеля это звучит то же самое. У Ихискеля в первой главе «И над нас небосводом». «Ашшер алярушам», который над головами этих переводов, этих переводов, колесниц и животных. «Камаре эвен сафир дмут кисы». Я хочу на иврите, это на иврите звучит. То есть тоже, как выглядит сафир и так далее. А смотрите, на иврите звучит глава Мишпатим. «То есть они видят что? Они видят колесницу». И так действительно написано это Ибн-Эзра. Ибн-Эзра в своем комментарии так и говорит. Он пишет «Вегины котуф». И вот сказано, написано «Вейруй талу кеса увидели Бога Израилева». «Вешан котуф». То есть там имеется в Ихискеле. «Гит и ахаяшер раити таха талу кеса». Это то животное, которое видел под Богом Израиля. «Ох, китафас дэрх цара китаха тараки». Он сказал это коротко. По-настоящему это не животное. Это находится под небосводом, который он видит. «Гамгу таха такеса». И это под крест. То есть под престол. «Коль таха ташеманикбад». И все это под Всевышним. Что говорит Ибн-Эзра? То есть на этом сравнении мы явно видим. Он нам раскрывает абсолютно новое понимание на все вот этот вот рассказ про быка. То есть про этого тельца, золотого тельца. В конце главы Мишпати народ Израиля видит Всевышнего сидящего на колеснице. Эта колесница выглядит как из быков. Из тельцов. Если мы сравниваем это с тем, что сказано. То есть у него лик от тельца. Одно из лик. И то, что мы сравниваем с Керу-Вим. Он им сидит. Теперь. После того, как Муша-Рабейну поднимается туда, к Всевышнему, наверх. И он не возвращается. Что они попросят у народа Израиля в Муша-Рабейну? Он просит, чтобы он вернул Агарон что? Муше? Нет. Чтобы он вернул Шхену назад сюда. Которая ушла вместе с Мушей. Поэтому что делает Агарон? Он строит Меркову. Посмотрите, кто сделал золотого тельца? Агарон. Он строит колесницу. Причем по той системе, которой они уже знакомы с ней. По тому видению, которое они видели. На котором находится Шхена. Смотрите. В Ясу Эгель Бахуревич Тахавули Масыха В Ямирует Клудамбе Тавничор Охель Эсер. Это Тигелим, кстати. То есть и сделали в тельца на Хуреев на горе Сина. и поклонились идолу и поменяли мой то есть мое это к водам это к воде в Ямиру это к воде то есть так его объясняют мудрецы наши то есть мое великолепие в виду тельца который поедает траву. То есть в принципе с точки зрения Гарона когда он делал этого тельца он должен был для чего? Он не был для идолопоклонства. Он был к той колеснице на которой должна была спуститься Шхена. Поэтому говорит Агарон Хагли Гошем Махат праздник Богу завтра то есть вот колесница готова Шхена спустится и тогда будет праздник Богу. То есть в принципе то что весь грех Агарона был в чем что он пытался искусственным путем заставить Шхену спуститься оттуда куда она ушла на эту колесницу которая здесь. Это весь грех Агарона. Он ошибся потому что Шхену заставить нельзя пересаживаться с одной колесницей с другой то есть сам будет решать как он будет двигаться. Но народ скорее всего не совсем понял великую идею Агарона. То есть замысел Агарона. Поэтому еще раз говорю поэтому изначально Всевышний не разозлился когда сделали Тельца. В начале когда они кстати говорили Элюру кеха Исраэль Аширутов Элюха Мерец Мецалян то есть когда они кричали то есть да это Бог твой Израиль который вылезает землигинский нигде не понятно что они указывали на быка на Тельца. Может быть они показывали вообще на место над Тельцом то есть да то есть место где должен находиться престол который находится на колеснице. Потом в конце концов мы понимаем то есть да что большая часть народа вот это вот который помнил как выглядит то есть есть престол и так далее есть престол который стоит на этих колесницах у них про то что смазывание у них смазалось между инструментом на котором находится Всевышний и Всевышний и таким образом они взяли то есть и присоединили к инструменту то есть к этой колеснице на которой находится Всевышний то есть называется того кто должен нанести то есть скажем так между они спутали смазали полностью между инструментом и сущностью того для кого этот инструмент в принципе использовался как бы для переселения шхины и оттуда пошла вся проблема то есть начали поклоняться не тому теперь смотрите еще один интересный момент кстати вы знаете что есть деление то есть да есть деление огромный спор известный что когда пришла заповедь про поводу мешкана до греха золотого тельца или после греха золотого тельца из-за греха золотого тельца Раши говорит после греха золотого тельца из-за греха золотого тельца А Рамбан говорит, что он вообще сам по себе и как бы без связи с Золотым Тельцом. То есть это было и до Золотого Тельца. Мы не будем входить в духовные понятия этого деления. Но есть очень интересная одна вещь. И то, и то мнение так или иначе как-то относятся. То есть есть какая-то связь между Тельцом и Мишканом. Так или иначе. Почему? Потому что в конце концов в самом Мишкане мы находим Херуви. То есть эти Херувы, которые находятся там, которые являются ничем иным, как местом, то есть базой, где находится Шекина, присутствие Всевышнего. Как сказать, Мунуады Тель Хашам. То есть я буду там с тобой находиться. В Дибартии Тха. Ми аля Капори. И буду разговаривать с тобой с Мушарабейном. То есть над Капорой, то есть над этой крышкой, между двумя Херувами, которых мы объяснили уже. Это те животные, которые мы видел в Хиске. Я там буду с тобой говорить. Окей. Что получается? У нас выходит, что грех Тельца изначально его база, его фундамент в стирании границ. В стирании границ между, скажем так, престолом или там креслом, так называемого Всевышнего, которое можно почувствовать. То есть эти Херувы, которые можно увидеть, почувствовать. То есть вот эти вот на крышке Ковчега Завета. И вместо, скажем так, духовный сидящий на них, которого не видно, невозможно прочувствовать. Таким образом, кстати, интересно, в процессе исправления этого греха Всевышний не убрал, в конце концов, свое так называемое, скажем так, кресло, которое сидит, которое есть, с которым мы согрешили. Причем, то есть ты должен понимать, как Рамбан, то есть даже несмотря на то, что он говорит, что в заповедях Мешкани было до Золотого Тельца, понятно, что строился Мешкан после река Золотого Тельца по-любому, по всем мнениям, по причине того, что он строился после того, что к Муше вернулся. А Муше, как мы знаем, то есть это, во время грехового Золотого Тельца был на горе Синай. Поэтому Мешкан никакой, да, хоть он заповедь получил, по мнению Рамбан, но еще никто ничего не строил. И понятно, что строилось уже после того, и там уже делались исправления, которое нужно с точки зрения греха золотого лица, в любом случае Всевышний не убрал. Всевышний не убрал, и народ должен был помнить и не путать на поколение между креслом и между сидящим на этом кресле. И ни в коем случае их не спутать. Потому что произошла путаница, в этом было грех. Теперь, почему? Народу до сих пор нужны физически ощутимые признаки присутствия шхены среди них, которые метафизические, которые невозможно ощутить, попробовать и так далее. Они до сих пор не в этом нуждаются. Но есть строгое ограничение. Строгое ограничение понимания, что есть граница. Поэтому что делает Всевышний? Всевышний говорит, вот тебе Керувим есть, а не есть, не стоят внутри святая святых, но видеть ты их не можешь. Потому что их видеть может только один человек раз в год, когда он заходит в святая святых. И это Агарон. Или его потомок, который займет его место как для освещения, который заходит в Йом-Кипур, и только тогда он видит Керувим. То есть он видит вот это вот место престола обитания шхены. Почему? Потому что только он сумел это разделить между креслом и между сидящим креслом. Потому что он сказал хагляшем. То есть вот вам и кресло создали, мы сделали мерковую, мы сделали колесницу, в нее мы хотим, чтобы шхена переселилась, пришла обратно в стан народа Израиля. Но это не сам Всевышний. То есть шхену нужно ожидать хагляшем. Теперь мы из этого можем объяснить очень интересную вещь. Таким образом, несмотря что Всевышний сделал вот это вот решение, что херувы остались, но и закрыли. То есть видит их только пересвященник. Через многие поколения после этого народ Израиль, то есть вроде долго и нудно держался и понял идею греха, а в чем был грех. То есть вот это вот стирание границ между креслом и обитающим на кресле. Пока не пришел Иравам бен-Нава. Кто такой Иравам бен-Нава, давайте немножко напомним. После смерти царя Шломо, то Шломо, из-за его поведения, то есть в конце концов, что он нарушил запрет жениться на многих женах. И поэтому в конце концов под старость он дал слабину. И они там настроили всякой гадости его жены, которые в конце концов оказались, что они не ушли никуда от своих божеств. Всевышний сказал, что он после его смерти разорвет царство его на две части. В принципе, действительно после смерти Шломо. Его царство было разорвано на две части, тогда как его сын Рахаван правил иудеи, то есть до Иерусалима, естественно. А Иравам бен-Навад, который сделал разрыв, он стал первым царем Израильского царства. В принципе, вроде из-за праведного гнева изначально. Но в конце Иравам бен-Навад боялся очень интересную вещь. Это описано в второй книге царей, что Иравам бен-Навад боялся, что народ Израиля, когда наступят праздники паломничества, он пойдет в Иерусалим, в храм и снова, скажем так, приклеится к Рахавану, царю иудейскому, потом к Шломо, и его убьют. По этой причине он делает гениальный шаг к нему и делает следующую вещь. Он ставит двух золотых тельцов, одна на границе северной, на границе Израильского царства и земли Израиля, а второй на южной границе Израильского царства. Зачем он это делает? Он говорит, То есть, вам не нужно подниматься в Иерусалим. Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. То есть, вроде повторяется. И, в принципе, по-настоящему идет глубокая идея, к тому же объясняли, которая стояла за действием Яровама. Яровам бен Наваад, он, в принципе, к чему он привык? Он привык, что Всевышний обитает между двух херувьев, то есть, на ковчеге Завета, там находится Шкенат, между двух херувьев. И поэтому, говорит Яровам, недостаточно одного херува, а херув, мы сказали, у нас, получается, по описанию Тескеля, это бык, то есть, телец. Таким образом, недостаточно одного тельца, то есть, Шкена обитает на двух тельцах. Поэтому я ставлю двух тельцов, один на севере, другой на юге. И там, вот в этом пространстве между ними, будет обитать Шкена. Потому что я строю колесницу, так сделал Яровам бен Наваад. То есть, в принципе, когда он показывает, это бог твой Израиль, он не имеет в виду эти два золотых тельца. Можно сказать, что он показывает, что вся земля Израиля, которая лежит, то есть, все Израильское царство, которое лежит между двух этих тельцов, это там обитает Шкена. И тут бог твой Израиль находится. То есть, можете строить жертвенники и приносить жертвы здесь, не нужно никуда идти, ни в какую русскую. Вот он здесь обитает. И тут же произошло то, что произошло с Агароном, произошло то же самое с действием Яровам бен Наваад. И это стало грехом. Чем это стало грехом? Потому что народ начал, в конце концов, снова стер границу между символикой и между того, что это должно быть между ними. И, в принципе, у них произошло что? То есть, они начали, вместо того, чтобы служить Всевышнему, который как бы находится между двух хирургов, то есть, да, который как бы обитает на колеснице, они начали служить самой, то есть, да, по ошибке, то есть, сделав ошибку, но в конце, то есть, да, что они очень быстро начали служить самим тельцам. Приносить самим тельцам этим жертвоприношение. То есть, таким образом получилось, что Яровам бен Наваад привел к греху народ Израиля, за что принцент Тома поплатился. То есть, и здесь получается очень важная вещь. Стирание границы между, скажем так, инструментом и между целью, то есть, эсимцаимы и шматора, то есть, да, когда ты стираешь между средствами и целью границу между, то, что называется, оссязаемых и неоссязаемых, то, что называется, а то, что называется априорное, то есть, ни к которому прикоснуться не можно, между символикой и между сущностью, в принципе, и стоит вот это вот стирание в основе всех грехов народа Израиля в течение всего Танаха, начиная с греха золотого тельца. То есть, в принципе, и это, кстати, это проявляется и в извращенном понимании всей системы святости и жертвоприношений тоже. По поводу царства и царя, по поводу разных путей служения Всевышнего. То есть, в принципе, человек, то есть, народ Израиля, хочет служить, быть хорошим, замечательным, стирает границы очень часто между символикой и сущностью, между средством и целью. Приходит к тому, что он уже жертвы приносит и делает себе возможность действовать вроде духовной, кто-то знает, что он преклоняется иду. По причине того, что граница стерлась. Хотя изначально вроде все нормально было. И это сломалось. И это то, что я, кстати, то, что я говорил, я пытался на одной ноге это вести, то есть, в автобусе, кто слышал разговор, кто ехал и так. Я пытался объяснить, то есть, по поводу Латбаумера и так далее, все эти вещи, которые происходят, люди стерли эту границу. Они превратили вот это в служение. Вместо того, что было символик, как бы тебя поднять, это стало служением. Многие превратили эти могилы праведников, что это был какой-то триггер, чтобы как-то нас человека поднять духовно, превратили в цель. Вместо того, чтобы это было, скажем так, средство, это стало целью. И это то, что называется эм-коль-хатат. Это то, что называется мать всех грехов. Народные издали всегда. Во все поколения. Вроде хотим служить Всевышнему, в конце концов сбиваемся на свое непонятное, боковое. И вот это вот ощущение осязания, попробовать и так далее. И по-настоящему, в конце концов, извращаем служение Всевышнему. И все извращается. И нужно научиться держать эту грань. То есть уметь держать и видеть, чтобы эта грань не стиралась. Чтобы мы символику не превращали в сущность. Чтобы мы не превращали средство в цель. И тогда можно обойти и не падать в грех. И это, в принципе, была проблема народа Израиля с грехом золотого тельца. Не то, что они сделали тельца, они идиоты были. То есть они не глупые идиоты, не благодарные. Они создали что-то, что видели как символику перехода, но потом стерли грань. И это привело к греху. Хотя изначально все было хорошо. Но очень быстро скатилось. На этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что вам было интересно, полезно. И я на этом заканчиваю запись. У нас слышно запись, все хорошего. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...